На сроке беременности 15-16 недель была выполнена лапароскопическая билатеральная тазовая лимфоденектомия. При гистологическом исследовании 13 тазовых лимфоузлов справа и 9 слева без метастазов. Таким образом, диагноз звучит как рак шейки матки Т2А1Н0М0, беременность 16-17 недель. Далее пациентке было запланировано проведение химиотерапии по схеме поклитоксел-карбоплотин, однако в связи с развившейся аллергической реакцией на введение поклитоксела на сроке 19 и 23 недели беременности было проведено два курса монохимиотерапии препаратом карбоплотин. Клинический эффект расценен как стабилизация. С 26 недель беременности пациентка находилась на дородовом отделении в связи с угрожающими преждевременными родами. На сроке 32-33 недели беременности выполнено кесарево сечение с одномоментной радикальной гистеректомией с маточными трубами и транспозицией яичников. Новорожденный мальчик, рост 42 см, вес 1950 г, с оценкой по шкале Абгар 7-8 баллов. При гистологическом исследовании опухоль представлена инвазивной низкодифференцированной плоскоклеточной карциномой с наличием лимфоваскулярной инвазии без распространения за пределы шейки матки. В послеоперационном периоде пациентке проведен курс лучевой терапии, и на данный момент период наблюдения составляет 54 месяца, рецидива заболевания нет, и ребенок развивается без физических неврологических отклонений. Спасибо. Есть вопросы к Кристине? Пациентке был проведен первый курс химиотерапии в послеоперационном периоде на 19-й неделе, и через 3 недели на 23-й неделе. Запланирован был курс 26 недель, однако, учитывая угрожающие преждевременные роды, пациентка была госпитализирована на родовое отделение и не имела возможности получить химиотерапию на сроки 32-33 недели кесарево сечения. Я хотел бы немножечко, даже не в качестве вопроса, а в качестве вот комментариев, и Анна Генриховна подняла очень такую важную проблему рака злокачественного заболевания и беременности, в частности, рак шейки матки и беременности. Вот случай, который нам приятно и представить, и хороший уже период наблюдения, и результат для этой пациентки вполне хороший. Но я хочу поделиться, вот, да, у нас, я согласен, у нас нет организации оказания специализированной помощи этим пациентам. Я не знаю, как это сделано, наверное, в центре Кулакова все-таки это направление есть, но вот в Петербурге, вот Адель Федоровна не даст мне лукавить, потому что это вот пациентка, которая пришла, и ей стандартно были рекомендованы, рекомендовано стандартное лечение с потерей беременности, и в целом с этого и с этой же рекомендацией мы и у себя в отделении беседовали с этой пациенткой. Она категорически отказалась от прерывания беременности, и тогда мы вот, по сути, это первая наша была операция вот хирургического стадирования при беременности. И вот дальше события развивались следующим образом. Мы фактически вот, проведя один цикл химиотерапии, получили угрозу прерывания беременности, договаривались уже о стационарах, а это для наших гинекологов, акушеров, это тоже очень сложный вопрос, потому что экзофитная опухоль, кровотечение, что делать, писарий, не писарий. И, по сути дела, до 32 недель в машине лежал набор Вергейма, и мы с Аделью Федоровной были постоянно на связи, потому что, собственно, телефоны были, ночные разговоры с бригадами и так далее. Это, на самом деле, вот такие больные несложные. Поэтому я вот по результатам голосования хочу сказать, что 30% химиотерапии с последующим, вы знаете, это вот где-то, наверное, тот стандарт, который мы сегодня можем говорить, потому что и хирургия при беременности, вот так все вроде бы диссекция, диссекция, а на самом деле это сложно. И это же проводилось в онкологической клинике, и понятно, что угроза прерывания беременности, для акушеров это стандартная ситуация, а для нас это тоже такой момент неожиданности. Поэтому это, конечно, сложное всегда решение, и сложное сопровождение уже принято в решении. Это к вопросу о нашей ответственности, как нам поступать и так далее. Но вот видите, малоинвазивный доступ все-таки в онкогинекологии имеет свои преимущества. Игорь Викторович, не дай бог, конечно, могу вопрос задать, не дай бог, конечно. Конечно. Если бы больной случилось кровотечение во втором триместре, вот какая ваша тактика была? Причем кровотечение профузное, нельзя его остановить консервативно. Вот что бы вы сделали бы? Нет, ну здесь уже мы в интересах жизни пациентки обсуждали бы все вопросы, и, конечно, это хирургическое лечение. Возможно ли вот таким больным какие-то альтернативные методы лечения остановки кровотечения, даже той же эмболизации, например, я как из заведующего кафедра акушерства гинекологии спрашиваю, какие-то другие меры? Знаете, я, ну, наверное, вот сейчас я... Повлияет ли это как-то вот на вынашивание, если мы пошли на эмболизацию эту больную? Вот у нее кровотечение, мы созваниваемся с нашими коллегами и посылаем на эмболизацию. Вот как отнесутся акушер-гинекологи? Вот у нас заведующий кафедрой акушерства гинекологии есть профессор Кедрова, и вы заведующий кафедрой акушерства гинекологии Меченского института. Вот вы, как акушер-гинекологи, как отнесетесь к амболизации маточных сосудов? Наверное, я тут, как это, игра в это, в играх миллиона, поэтому я попрошу помощи зала. А в качестве нестандартных решений, вот второй у нас есть, второй случай есть, мы пока его не обсуждаем, и особенности, может быть, чуть-чуть позже мы обязательно скажем, но там тяжелая, непростая ситуация, и заболевание непростое, и мы прооперировали по итогу эту пациентку, но мы вот, было кесарево сечение, радикальная хирургия, но во время операции мы выполняли временное прекращение кровообращения тазовых органов с помощью баллонной дилетации и обтурации брюшного отдела аорты. Это тоже интересный случай, слава богу, пациентка жива, и ребенок жив. Отдаленные результаты пока не буду говорить, потому что есть. И тоже могу, позвольте, прокомментировать. У меня уже включена контрольная рука, которая была просто под наблюдением. Чек. Думаю, что вы же понимаете. Конечно. То есть не было ее прогрессирования на поле временности, да? У этой пациентки не было. Прежде чем стабилизация, это такая, падая и хода равноводающие. Да. И психологически, когда это спотребление, не было. А я думаю, что так что... Да. Во-первых, отвечая на вопрос в отношении эмболизации. На прошлой неделе состояла защита вот в совете нашем акушерском, в Санкт-Петербургского совета по акушерству гинекологии, кандидатская была по возможности эмболизации, остановки различных вариантов кровотечения при врастании плаценты. И была доказана эффективность и возможность эмболизации на фоне беременности при врастании плаценты. Ну, даже не онкологии, но катастрофическая ситуация. При мальформации есть случаи, и врастание плаценты есть в болезни. Врастание катастрофически хуже трофобластической болезни, то есть кровотечение и врастание плаценты. Есть возможность, как вариант остановки кровотечения, эмболизация сосудов. И, казалось бы, такой вопрос, там же контроль радиологический. Все равно вот эта минимальная доза допустима. Использование для эмболизации во время беременности при угрозе кровотечения. И если мы говорим о раке шейки матки, соответственно, тоже эта пациентка, если действительно угроза кровотечения, ей возможно выполнить эмболизацию. Есть там нюансы для эмболизации, но это возможно. Можно вот конкретно. Конкретно можно эмболизировать, можно. Только сначала там вена эмболизируется, а ток прекращается, а потом избирательные артерии уже, для того, чтобы минимально повредить кровоток. Какой метод вы предлагаете конкретно? Вот какой метод эмболизации вы предлагаете? Только по архитектонике сосудов можно смотреть. Выбор метода. Здесь только по архитектонике сосудов. И более того, в какой бассейн больше крови. Здесь это все будет видно на ангиограмме. Абсолютно. Более того, не забывайте, что есть у нас метод неинвазивный еще для беременных, которые безопасны. Это МРТ-диффузия всего тела. И, допустим, в одном центре, по-моему, в Санкт-Петербурге есть трех Тесловый Филипс стоит. И в Москве три аппарата стоят. Пожалуйста, присылайте. МРТ-диффузия всего тела, и вы будете визуализировать все, что угодно. А как акушер-гинеколог? ПЭТ-КТ. Возможно ли таким больным применять ПЭТ-КТ или нет? Есть очень хорошая статья, больше 700 чем-то случаев описаны. Вроде бы как на ребенка это не влияет. Не знаю. Вот есть. В отношении вообще диагностических методов во время беременности ультразвук прекрасно. КТ нет, высокая нагрузка. МРТ – да. МРТ можно. В любом триместре. Вот прозвучал ультразвук и МРТ, да. Для нас теперь понятно, что МРТ беременным можно делать. Я вот хочу сказать о вообще-то такой чувствительности МРТ при наличии рака шейхи матки и беременности. Может быть, здесь сидит тот гинеколог, который направил мне на консультацию онколог, пациентку, где диагноз был беременности. Девочка хотела сохранять, и мы сделали ЕМРТ, и МРТ показало, что лимфатические узлы не поражены. И моя рекомендация была пролонгирование беременности и далее кесарево и операция Виргейма. И потом мне доктор сообщил, что да, была сделана операция, все хорошо, но в одном лимфатическом узле был метастаз. То есть о чувствительности МРТ можно сказать. Я поэтому хочу сказать, что морфологическое подтверждение, есть или нет метастаза, метастаза, вот методом хирургического стадирования это наиболее оптимально. Адельфьевна, ну а встречный тогда вопрос. Как вот вы все-таки посоветуете? Хорошо, у нас есть Игорь Викторович Берлев, прекрасно. У нас в Санкт-Петербурге мы можем выполнить стадирование и гистологическое верево. Но есть ли в других где-то российских городах? Но нет возможности лапароскопии или лапаротомной верификации гистологической. Ну вот как поступить в этой ситуации? Это УЗИ и МРТ. Ну вот здесь просто не повезло, и МРТ не дало вот такой хорошей оценки. И вот относительно того, что относительно эмболизации беременного с маточными кровотечениями. Для меня, конечно, это тоже было удивление. Я менее информированна, чем Анна Генриховна, когда мы были на защите диссертации угрозы маточных кровотечений во время родов, и выполняется как раз эта эмболизация. Да, это, видите, оказывается, можно, хотя там рентгеновская нагрузка очень небольшая. Но если это в сочетании с беременцией, рак шейки матки, делать эмболизацию, здесь надо идти на операцию, не заниматься уже эмболизацией, здесь надо делать уже третий триместр, ребеночка выходит. Да. Поэтому здесь надо... Спасибо. Я хочу сказать, что ляпароскопия – это еще раз метод. И этим больным, возможно, ляпаротомия. Просто вот в Германии, вот, да, я видел, что больным беременным, если нет возможности ляпароскопии, у них называется золотой стандарт, они делают ляпаротомию, и делают тазовую лимфоденоктомию. Бывает же такой срок беременности, да, и побольше срок беременности. Поэтому ляпароскопия – это не как альтернатива. Самое главное здесь удалить лимфатические узлы и стадировать эту больную. И если речь идет о поражении, именно метастатическом поражении лимфатических узлов, да, тогда прерывание беременности. Поэтому вот в данном случае это была правильно, абсолютно оправданная тактика. Кто-то хотел еще? Процент Качук, Ольга Анатольевна, завуч кафедры Новосибирского медицинского университета. Кафедра онкологии. Спасибо. Уважаемые коллеги, вот такой вопрос по поводу проведения химиотерапии беременным. Как вы правильно обосновываете вот введение химиопрепаратов? Ведь в инструкции противопоказания является беременность. Получается, мы химиопрепараты вводим как оффлейбл. Потому что акушерогинекологи, допустим, то есть у них тоже нет введения химиопрепаратов, как разрешенных. Соответственно, то есть вот сейчас пока нет центров, которые необходимо создавать для таких пациентов, нам как-то необходимо правильно юридически обосновывать вот это введение, и где этот пациент должен лежать. То есть он должен в химиотерапию получать пациентка непосредственно у нас в отделении, то есть в онкологическом, под присмотром акушерогинекологов. Дальше родоразрешение вопрос встает. Я общалась с коллегами, мне говорят, у нас родоразрешение происходит в онкодиспансере, то есть приезжают акушерогинекологи и делают родоразрешение в онкодиспансере, ну, в некоторых городах. Но это тоже совершенно вот пока непонятно. Поэтому вот можно какие-то комментарии по поводу юридических аспектов и правильной маршрутизации пока? Вот у нас нету специальных отделений. Спасибо. Спасибо большое за вопрос. Ну, я не зря сразу сказала, что пациентка должна подписать согласие о том, что она готова сохранять беременность и она согласна на проведение химиотерапии. Понятно, что у нас юридически в России пока это все не разрешено, но вот с этими заявлениями мы хоть как-то прикрыты. Когда я работала в онкоцентре, ситуация была такова. То есть больная приходила к нам, беременная, мы отправляли в институт Кулакова. Там ее акушер брала на анализ, то есть обследовал плод, сделал заключение. Она у нас проводила химиотерапию и потом каждый курс туда ездила на обследование. И за 4 недели до родов ее туда госпитализировали. У нас не было ситуации, чтобы как-то у нас в отделении химиотерапии произошли роды. Но сейчас у нас это намного проще, понятно, потому что сейчас в институте акушерства и онкогинекологи есть, и химиотерапевты, и акушеры рядом с нами. Поэтому пациентка приходит на прием, ее срочно госпитализируют, акушеры смотрят плод, мы решаем, смотрим, какая стадия, обследуем, решаем проводить там химиотерапию. И на самом деле у нас сейчас понятно, что уже после 22 недели мы должны все-таки максимально уже думать о ребенке, потому что пациентка, она знает, что у нее опухоль, что прогноз у нее плохой, все равно мы это все объясняем ей. И она сама готова, она идет на это все ради сохранения ребенка. И поэтому стараемся все-таки пролонгировать беременность максимально, потому что 34 недели тоже считается такой критический срок у акушеров. Поэтому хотя бы вот за 36 недель вытягиваем, химиотерапию проводим, если какие-то угрозы, акушеры сразу подсоединяются. Ну то есть максимально тянем и вот так проводим совместно лечение. Да. Есть еще одна проблема, которую мы забыли, но которую подняли на, так сказать, странице журнала опухоли женской репродуктивной системы новосибирцы. И мы сейчас ее вообще упустили. Все наши онкологические больные и все органосохранные наши операции не имеют вообще никакого потом юридического, ну не то что, а материального подоплеки и помощи нашим пациентам, которым мы сохранили. ЭКО платно, потому что раз онкологическое заболевание, оно уже не может быть по бесплатному ОМСу проведено. Не может, не может ее, у нас в приказе только не онкологические больные для ВРТ. Поэтому вот я прошу общество, российское общество онкогинекологов поддержать. Есть приказы, и много, много, и все, можно заложить. Последний приказ, онкологические больные туда не вошли. Там, кроме противопоказания, онкологическое заболевание в анамнезе. Мы за... Опять киселево, 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 представители ОМСа, все это не провернули, этот приказ есть, от 17-го года. От 17-го года? Ну, ну, приказы скажут. Ну, во всяком случае... Ну, во всяком случае, вот сколько я встречаюсь, так сказать, отказывают, да, отказывают. Я вот поэтому сейчас... Я, конечно... Приказ этот не знают, вот и все. И поэтому в действительности сложности существуют. А такой приказ на самом деле есть, да? может быть... Да, да. Можно... Еще есть... Да, Елена Вильевна, хотелось сказать. Наши больные... Нет, возможности есть. Она может заплатить, пойти в платный центр, сделать ЭКО. По приказу мы можем. А ОМС, фонд обязательного медицинского страхования, кроме онкологических больных, понимаете? И, соответственно, наши пациенты... Наши пациенты... Ну вот я вам говорю, что есть на самом деле. Небольшой комментарий, когда поднимался вопрос о прогнозе у беременных и небеременных. Дело в том, что наша клиника с 80-х, 80-х годов занималась всю жизнь, занимались мы этой проблемой, рак и беременности, в частности, рак шереки матки и беременности, работой Адель Федоровны. И вот сейчас даже пример, который она привела, что там метастаз, филологический узел был обнаружен. Дело в том, что когда мы все спорим, как влияет ли беременность на прогноз рака шейки матки, это споры будут бесконечные. Почему? Потому что были... Мы писали о том, что прогноз хуже, всегда писали. Но потом появились работы, что прогноз не хуже. Но дело в том, когда внимательно почитать эти работы, надо смотреть распределение по стадиям. Прогноз не хуже при одной и той же стадии, если мы лечим одинаково беременных и небеременных, прогноз одинаковый. Дело в том, что при беременности распределение по стадиям другое, чаще, метастазирование лимфатические узлы таза. Значительно чаще. Это мы доказали нашими работами, а потом все это мы пересчитывали. И зарубежные работы, публикации о том, что действительно лимфоволикоскулярные инвазии, расширенные сосуды и теоретические работы на эту тему есть, они опубликованы давно, но их нужно правильно интерпретировать. Распределение по стадиям другой прогноз из-за этого независимо от стадий хуже, но внутри одной стадии одинаковый. Спасибо. Дорогие коллеги, каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны. Вот сегодня обсуждалось четыре случая. Это индивидуальные больные, и как сказал профессор Берлев, к сожалению, у нас не существует уровня доказательства высокого. Это на каких-то частных случаях основывается. Поэтому вот меня погоны никогда не жмут. Я всегда могу позвонить, до этого мы с вами собираемся, у нас есть председатель общества российских онкогинекологов, у нас есть президент профессор Урманчаева, у нас есть три вице-президента, это профессор Новикова, профессор Берлев и профессор скромеется. Вот в таких случаях более, конечно, целесообразно это собраться и позвонить и включить в консилиум ведущих наших специалистов, потому что они всегда доступны и берут трубку. Брать на себя какому-то лечебному онкологическому учреждению, да, вот на себя такое отвинуться не надо, потому что сейчас очень много исков, и как член отдела особо сложных экспертиз судебного бюро, если это в стандартах этого нету, мы всегда можем закрыться, всегда консилиумом с федеральным учреждением и общество онкогинекологов. Что касается четырех докладов, коротко, первый доклад, вот правильно сказала профессор Новикова, вариант трахелоктомии в данном случае здесь возможно было рассматривать для этой больной после проведения химиотерапии. Вот у нас выполнялись трахелоктомии, шло по двум вариантам. Кто-то делал трахелоктомии абдоминальные более двух сантиметров и шли. Но мы отошли от этого и этой группы больных мы всем проводили неодевантную химиотерапию с лечебным патоморфозом 80-82%. Мы провели 14 больных с неодевантной химиотерапией и с 14-12 нам удалось сделать потом трахелоктомию. У двоих мы не добились лечебного патоморфоза. Поэтому один из вариантов здесь возможно рассматривать трахелоктомию, как сказал профессор Новико. Что касается второй больной, всегда химиотерапия должна быть комбинированная. У нас есть институт патоморфологии, где мы посылали не только опухоль, первичную опухоль на лечебный патоморфоз, но и определяли лечебный патоморфоз в самих лимфатических узлах. Что оказалось, что если мы лечим химиотерапию в монорежиме, то лечебный патоморфоз достигался в 50% в случаях. Но если мы выдавляли препарат по клитоксел, лечебный патоморфоз достигали 82-85%. Поэтому, когда речь идет о нидевантной химиотерапии, здесь не должно быть монорежим, здесь всегда должна быть комбинированная химиотерапия. Второе. Прекрасно Адель Федоровна пригласила результаты, то есть нам представила. Но вторая Б-стадия, стандартным все-таки считаю это химия лучевая, нельзя ходить по инфильтрату. Давайте честно сказать, кто лечебный патоморфоз определял в самом параметре. Да его никто не определял, все это полиматорно. Стало меньше инфильтрация, стало больше инфильтрация. Это такой субъективный привод. Результаты лечения химия лучевой терапии и операции плюс лучевой терапии они сопоставимы. Но больше мы получаем послеоперационных осложнений. Вы же сами знаете в практике, сколько у нас происходит стенозов мочеточников и гидронефрозов связано не с прогрессированием заболевания, а именно от перелечивания больных. Вот в данном случае мне было непонятно, почему это больной проводила дистанционно лучевая терапия, когда у него всего был один критерий нехороший, прогностический, неблагоприятный. Ну и что касается вот этой очень сложной больной, которая еще рецидивирующий характер носила, да? А почему вот выбраны были препараты поклитоксел и платины, хотя мы знаем, что лучше работает доксорубицин с препаратами платины при аденокарциномах. И давайте так честно сказать, из опыта тоже, если все-таки у больной эндофитные формы, особенно аденокарцинома, то есть в практике чаще всего рецидивы идут местные, это в куполе влагалища. Может быть в поле облучения ни во что была выбрана дистанционная терапия 40 грей, вот этой больной бы я, конечно, добавил тогда бы и в брахитерапию, внутриполосную терапию 20 грей. Может быть удалось бы избежать рецидива. Второе. Когда существует рецидив заболевания, всегда нужно пересмотреть морфологию первичной опухоли. Иногда мы думаем, что это аденокарцинома, а там окажется другая ситуация. И когда мы удаляем эту рецидивную опухоль, всегда при рецидивной опухоли нужно определить лечебный подморфоз. Если мы не получили лечебный подморфоз при первой курсе химиотерапии, зачем к нему возвращаемся? Нужно менять химиотерапию. Ну и хотел бы такой вопрос. Наверное, это вопрос Игорю Викторовичу Берлеву, который и Томскому институту онкологии, который занимается сторожевыми лимфатическими узлами. Вот для беременных женщин достаточно удалить одного сторожевого лимфатического узла, или все-таки нам нужно выполнять тазовую лимфодесекцию? Спасибо большое. Уважаемые коллеги, я отвечу обязательно на вопросы. Если нас уже торопят следующая секция, и там важно время соблюсти. Сейчас есть работы, я специально когда готовился к выступлению, есть работы использования флюоресцентных методов, сейчас вся СИДЖИ при беременности. Есть такие работы, показывающие, они экспериментальные, но показывающие эффективность и безопасность стадирования. Это есть. Как это будет развиваться, сложно спрогнозировать, но у нас опыта этого нет. Пока вот только и вообще, если говорить о хирургии, лимфодесекции у беременных, наш опыт это две пациентки. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.